План 1. Подготовка к исследованию КАЛА, 2. Макроскопическое исследование КАЛА, 3. Химическое исследование КАЛА и 4. Микроскопическое исследование КАЛА. Капрологическое исследование – это лабораторное исследование КАЛА с целью диагностики заболеваний органов пищеварения, позволяющей оценить физико-химические особенности каловых масс. На этом рисунке показан таро для сбора материала, то есть каловых масс. В подготовке к исследованию Существует две диеты. Диета Певзнина, то есть диета с максимальной пищевой нагрузкой для здорового человека, и диета Шмидта, это щадящая лечебная диета. При диете, значит, должно быть ограничение пищи, изменяющее окраску кала или консистенцию. Также должно быть исключение лекарственных препаратов, влияющих на моторику ЖКТ, и исключение ферментативных препаратов. Исследование КАЛА бывает макроскопическое исследование, химическое исследование и микроскопическое исследование КАЛА. Макроскопическое исследование включает количество, консистенцию, форму КАЛА, цвет, запах КАЛА и остатки непереваренной пищи. Количество КАЛА в сутки должно быть 200 граммов. Уменьшение наблюдается при высокорафинированном питании, при запорах, увеличение же при значительном количестве пищи растителей непереваренной плетчатки и при синдроме малиабсорбции. Консистенция КАЛА может быть оформленной, неоформленной и жидкой. Запах КАЛА бывает специфический. Изменяется при бродильной диспепсии и при гнилостной диспепсии. Цвет может быть зеленого, желто-оранжевого или коричневого цвета. При различных патологических процессах в желудочно-кишечном тракте цвет КАЛА меняется. Чемный или диктеобразный цвет бывает при желудочно-кишечных кровотечениях. Темно-коричневый при недостаточном желудочном пищеварении, гнилостной диспепсии, колитие с запором, колитие с извязлениями, повышенной секреторной функции толстой кишки и запорах. Светло-коричневый цвет при ускоренной эвакуации из толстой кишки. Красноватый при колитии с извязлениями. Желтый цвет при недостаточности переваривания тонкой кишки и бродильной диспепсии. серый и светло-желтый цвет при недостаточности поджелудочной железы и белый цвет при внутрепеченочном застое или полной обтурации общего желчного протока. Химическим свойствам относятся определения pH, кала, белка, крови, уробленогена и билирубина. pH. В норме практически здоровых людей, находящихся на вмешанной пище, реакция кала нейтральная или слабо-щелочная и обусловлена жизнедеятельностью нормальной бактериальной флоры толстой кишки. Это значит pH 6,8-7,6. Кислая реакция, то есть pH 5,5-6,7, отмечается при нарушении всасывания в тонкой кишке жирных кислот. Резко кислая, то есть pH менее 5,5, имеет место при бродильной диспепсии, при которой в результате активации бродильной флоры образуются уклекислый газ и органические кислоты. Щелочная реакция наблюдается в провинении белков в пище и воспользовании эксцидата в результате активации гнилостной флоры и образования аммиака и других щелочных компонентов в толстой кишке. И резко щелочная, то есть pH более 8,5, наблюдается при гнилостной диспепсии. Реакция на билирубин. В норме билирубин содержится в миконе и фекалиях ребенка, находящихся на грудном скармливании примерно до 3-х месячного возраста. К этому времени в желудочно-кишечном тракте появляется нормальная бактериальная флора, которая частично восстанавливает билирубин до стеркобелиногена. К 7-8 месяцев жизни билирубин полностью окисляется кишечной флорой до стеркобелиногена, стеркобелина. У здорового ребенка в 9 месяцев и старше в кале присутствует только стеркобелиноген – стеркобелин. Обнажение в кале билирубина наблюдается при высоевакуации пищи по кишечнику, при тяжелом дисбактериозе. И сочетание стеркобелина с билирубином указывает на появление в толстой кишке патологической флоры и вытеснение ею нормальной или высоевакуации химуса по кишечнику. Реакция на стеркобелин. Стеркобелиноген и уробелиноген являются конечным продуктом и катаполизм гемоглобина в кишечнике. Аналитически различить уробелиноген и стеркобелиноген весьма трудно, поэтому термин уробелиноген объединяет оба эти вещества. Уробелиноген в значительном количестве всасывается в тонкой кишке. Стеркобелиноген образуется из билирубина в толстой кишке в результате жизнедеятельности нормальной бактериальной флоры. В каловых массах здорового человека содержатся стеркобелиноген и стеркобелин, и в сутки с калом их выделяется 40-280 мг. Стеркобелиноген бесцветен, стеркобелин окрашивает фекалии в коричневый цвет. Отсутствует стеркобелин и стеркобелиноген в кале при обтурации желчеводящих путей. Кал становится бесцветным. Уменьшается содержание стеркобелиногена в кале при паренхематозных гепатитах, холонгитах, в период надпеченочных застоя кал также бесцветен, при остром панкреатите с калом выделяется стеркобелиноген. Содержание стеркобелиногена снижено и определяется билирубин при скрытом дисбактериозе, так как патологическая бактериальная флора толстой кишки не способна восстановить весь билирубин до стеркобелиногена. Повышается содержание стеркобелиногена в кале и при гемолитических анемиях. Тесты на скрытую кровь бывают неспецифические и специфические. Не в специфическом относятся амидопириновая проба, проба с гваяковой смолой и пензидиновая проба, а к специфическим относятся иммуно-хроматографические тесты системы. Положительная реакция на кровь указывает на кровотечение из любого отдела пищеварительного тракта, на геморрагические диатезы, на язвы, на полипозы и геморрой. На этом рисунке показан тест системы на скрытую кровь. Применяется пробирка для растворения образца, то есть каловых масс. Капается на тест системы и выводится результат. Значит, появление одной полоски зеленого цвета считается отрицательным результатом. Появление, кроме зеленого цвета, еще и красного цвета считается, что присутствует трансферин. Синий, если цвет появляется полоски, то считается, что присутствует гемоглобин. Этот результат считается положительным. Также положительным считается результат, когда появляется только, кроме зеленого, только красная полоска или синяя полоска. Остальные ответы считаются недействительными. Препараты для микроскопии. Первый – это нативный препарат. Второй – препарат с раствором глюколя. Третий – это с 0,5-1% раствором метиленовый синий. Четвертый – с 30% уксусной кислотой. И пятый – окраска гемокотоксилин и азином. Классификация элементов кала. Бывают пищевого происхождения, кишечного происхождения и кристаллические элементы. Элементы пищевого происхождения – это белки. К ним относятся мышечные волокна, переваренные и непереваренные. Углеводы – это переваренная клетчатка и непереваренная клетчатка. И липиды – непереваренные липиды, то есть триглицериды. И продукты расщепления липидов – это жирные кислоты и соли жирных кислот. Элементы каловы нормы у взрослых бывают переваренные мышечные волкны в единичном количестве и непереваренная растительная клетчатка. А у детей первых месяцев жизни встречаются и липиды. Мышечные волкны здесь на картинке непереваренные и переваренные. У мышечных волкн резко обрублены края и хорошо различима продольная исчерченность, свидетельствующая об отсутствии протеолиза соединительной ткани в желудке. Креатареи – это появление в кале непереваренных мышечных волкн. На этом рисунке мы видим непереваренные мышечные волкны прямоугольной формы темно-желтого цвета с резко округленными концами с продольной исчерченностью. На этой картинке мы видим непереваренные мышечные волкны. А на этой картинке непереваренные мышечные волкны, которые характеризуются цилиндрической формой с округленными концами темно-желтого цвета. На поверхности отсутствует исчерченный, что указывает на наличие протеолиза в соединительной ткани в желудке. Углеводы кала бывают перевариваемые и неперевариваемые. Перевариваемые относятся к клетке растения с запасенным питательным соединениями и зерна крахмала, а к непереваренной растительной волокна, усики растений, шелуха и прочее. Амилария – это появление в кале переваренной клетчатки. На этой рисунке показана переваренная клетчатка, бледно окрашенная клетка овальной формы. Бесцветное включение круглой формы – это зерна крахмала. При учащенной идентификации в кале преобладает стиркобелиноген, который в отличие от коричневого стиркобелина бесцветен, поэтому внутриклеточно расположенные зерна крахмала также бесцветные. Это переваренная клетчатка, окрашена раствором люголя. В поле зрения здесь видно две клетки переваренной растительной клетчатки, правильной круглой формы, заполненные неизмененными зернами крахмала. Здесь тоже в поле зрения покрыто помятым клеткам переваренной растительной клетчатки. Клетки переваренной растительной клетчатки бесцветные, пустые, не содержат ни крахмала, ни внутриклеточного пигмента. Это непереваренная растительная клетчатка. На фоне калового детрита расположен растительный усик. Окраска раствором люголя применяется для обнаружения внутриклеточного крахмала и внеклеточного крахмала, нормальные патологические гидрофильные микрофлормы и уточнение строения яиц гельмитов, цвет спасающих и т.д. Этот препарат окрашен раствором люголя. На форме клеточного детрита расположены клетки переваренной клетчатки округлой формы, заполнен окрашенным черным цветом нерасшипленным крахмалом. В меньших клетках крахмал плотно заполняет всю клетку в виде гомогенной массы, а в большой крахмал содержится в виде мелких зерен. Йодофильная флора бывает нормальная и патологическая. Нормальная – это кластридия. Этот препарат окрашен раствором люголя. Здесь расположены цепочки и скопления бактерий, окрашены в черный цвет, т.е. кластридии. Эти бактерии достаточно крупные, вытянутые в форме, напоминающие вертином. На этом рисунке показана нормальная и патологическая йодофильная микрофлора. Этот препарат окрашен раствором люголя. Стрелочка А показана нормальная йодофильная микрофлора. А Б – это патологическая йодофильная микрофлора. Появление в кале патологической йодофильной микрофлоры указывает на развитие бродильного дисбактериоза. Клиническое значение. При микроскопическом исследовании кала здорового ребенка и здорового взрослого человека, находившегося на смешанном питании, нормальная йодофильная флора не обнаруживается или обнаруживается в скудном количестве. Большое количество нормальной йодофильной микрофлоры указывает на усиленные процессы брожения в толстой кишке при передозировке растительной пищи. Липиды кала. Липиды бывают триглицериды – это непереваренные липиды пищи. Жирные кислоты – это переваренные липиды. И мыла – соли жирных кислот, то есть переваренные липиды. Стераторея – это появление калий липидов. Она бывает панкреатогенная, гипотогенная и энтерогенная. На этом рисунке, значит, мы видим липиды в кале. Все поле зрения покрыто каплями жира различного размера. Это могут быть капли нейтрального жира или жирных кислот. Для их дифференцировки применяют окраску метиленовым синим. Жирные кислоты окрашиваются в синий цвет, и это свидетельствует о нарушении всасывания в тонком кишке. Здесь, значит, капля жира окрашена в желтый цвет билирубином. Мелкозенисом дитрити также видны мелкие капли жира. А на этом рисунке мы видим соли жирных кислот. Клеточными элементами кала являются эпители, цилиндрические плоские, лейкоциты – это нитрофилы, езинофилы и эритроциты. Цилиндрические эпители. На анативном препарате на фоне гомогенной прозрачной слизи хорошо видны клетки цилиндрического эпителия, высылающие слизистую дистального отдела толстой кишки и прямую кишку. На этом рисунке мы видим эзинофилы. Они могут появляться при аллергических колитах, при глистных инвазиях. Кристаллическим образованием являются аксалаты, тепельфосфаты, кристаллы жирных кислот, кристаллы гематоидина и кристаллы шалкового лейдена. На этом рисунке кристаллы гематоидина. Они появляются после кишечных кровотечений. Здесь мы видим кристаллы аксалатов в виде ромба. Накапливаются они при недостаточной желудочной пищеварении. Здесь мы видим игольчатые кристаллы жиров, то есть жирных кислот. На этом рисунке трипельфосфаты. На этом рисунке мы видим кристаллы шаркового лейдена. Они могут быть при амлобной дизентерии, при аллергических реакциях, при глистной инвазии. На этих рисунках мы видим паразиты. Это вегетативные формы тканевой амеблы. Благодарю за внимание.